Всем огромный привет нашим подписчикам, нашим зрителям, гостям канала. Сегодня я бы хотел с вами поговорить и немного показать о автомобиле ВАЗ-2121 Нива. Иду я к своему товарищу, купил и решил восстановить Ниву. Видео как долгосрочный проект, можно сказать рубрика на нашем канале будет, то есть отдельным плейлистом я его выделю, как человек восстанавливать Ниву. Этот процесс очень долгий, он будет идти месяцами, потому что вот смотрите, сейчас у нас начало марта, у него в гараже нету света, мало тепла, ну то есть ему нужно подтапливать. Вот, что он сделал, купил он ее еще осенью и за зиму, как он мне сказал, покрасил. Сам я еще ее не видел, сейчас когда придем в гараж к нему, покажет он, как он ее покрасил, как расскажет небольшие нюансы, которые ему понравились. Не то, что там он как специалист, что великие покраски, просто расскажет свое впечатление, свое мнение, расскажет нюансы, которые ему понравились. Ну, естественно, мы посмотрим сам кузов, сам, как я уже говорил, света нет, но он подключает электричество от щелочных аккумуляторов. Что за аккумуляторы, я тоже покажу. Короче говоря, смотрим. Привет. Что, вышибка торопись, пойдем туда и оттуда пойдем в гараж. Смотрите, какое интересное название подставить в машине. Гараж кооперативный Нива, вот так. Ага, подошли к гаражу, видите, после метели Юра еще не был, тезка мой Юра. Ну, давай, открывай, посмотрим на твою красавицу, которую собрался восстанавливать. О, я думал почему-то, что она красная, слушай. Ну, мне, мне такое тоже нравится. Слушай, ну, я вот даже отсюда уже сейчас зашел, и прямо вот видно, что это, ну, качественно. Не поверишь, красит ученик 11 класса машину, который собирается поступать в МГУ и говорит, мне просто деньги нужны. Я думаю, что этот человек не пропадет нигде. Они кузов что-то восстанавливали, нет? Ничего нигде не делали. Ничего не делали. Машину взял с авторазбора за 35 тысяч рублей. С авторазбора или даже с металлоприемки? Ну, с металлоприемки. Ну, блин. За 35 тысяч рублей, представьте, что там было. Ну, она с двигателем была, но только убитая, да, или что? Ну, вот он, висит. А, вот он, двигатель. Да, вот он. Блин, темно, а, немного здесь. Вот, вот он, и мотор висит. Ну, я могу это... Смотрите, вот у Юры здесь такой специальный стенд стоит. Он при помощи электромотора, да, ты крутишь, когда соберешь мотор? Нет, стартером запускает двигатель. А, просто запускаешь? Правильно собранный двигатель должен запуститься. Это стенд для обкатки двигателей Жигулевских. А ты эту лампу не включишь, да? Нет, электричества уже нет. Ага, ну, посвети, а то, как-то, блин, мне кажется, темновато. Можно не увидеть. Извините, что такое освещение, но вот, издержка производства, да. Не, не лучше. Ну, подожди, сейчас сделаем по-другому. Ну, что? Какая фигня? Угу. Вот, если что, можете обращаться по ремонту мотора. Моторы, Юра, это отличнейший моторист. Первоклассный. Специалист по смазкам. Короче, обращайтесь. Видите, здесь радиатор стоит. Вот, это его радиатор, который он подключает. Именно жигулевские, нивовские моторы ты, да? Да, да. Или ты жигулевский другой можешь? Что же? Я любой модель двигатель могу поставить здесь. Даже иномарочный? Его обкатать. Нет, иномарочный не подойдет. Надо кожу сменять. А, жигулевский. В принципе, обкатать можно и иномарочный. А вот эти аккумуляторы, от которых у тебя свет, расскажи. Это просто освещение, потому что у меня в кооперативе света нет. Как они называются? Это щелочные, это щелочные. Мне друг подарил, не знаю даже, откуда они. Ну, это не 12 вольт, но зиму отстояли, конечно, может быть, замерзли. Сами понимаете, что я взял с авторазбора. Эту, машину какую. Что она авторазбор, что металлур. Вау, чистота, я давно таких чистых не видел. Я порадовался тому, что еще есть такие люди, которые к своей работе относятся очень ответственно. Я подошел, но мне даже сказать нечего было, я просто оцепенил. Он разбирал, он снимал двери, доставал из нее стекла, доставал замки. Потом все на место поставил? Потом все на место поставил? Да, потом все на место, и двери поставил, и капот, и все. То есть он машину, перед тем, как покрасить, он ее разобрал. Какого года? Машина 96-го года, ну сейчас она, наверное, выглядит, я не знаю. Ну, новая, новая, считай. 2021-го, наверное. Много тебе ее делали? Ну, что-то, наверное, дней 10. То есть ты сдал, а через 10 дней тебе ее вернули. Да, они сначала, он мне звонил, после каждой операции, я приходил, то есть они сначала догола ее обработали какой-то смывкой старой краски. Он ее на два слоя огрунтовал серым грунтом, потом покрыл белым грунтом, потому что белая краска. И потом красил. Красил ее в разобранном виде. И после... Стекла тоже снимал, да? Нет, стекла переднего не было, стекло он мне вставил. Угу. Вот. И исправил мне капот, потому что, ну, сам понимаешь, что там, какие там капоты на авторазборе, по ним-то, может, обезьяна танцевала, блядь. Этот человек мне конкретно сказал, что работа будет стоить порядка 25 тысяч рублей. Значит, с краской, удовольствие мне вышло полностью с краской, с грунтовкой, там, с антигравием, который он там покрывал. Значит, оно мне вышло 34 тысячи, машина, ну, покраска, то есть моторный отсек и машина вся. Ну, а мотор что? Пока холодно. Я ворота, если открою, то я буду печкой улицу отапливать. Вот. Электричества у меня нет, есть стапель, есть кондукты. Смотрите, на печке снег замело, да? Ну, да. Это, наверное, через трубу, да? Да я тут не появляюсь с осени. И полностью новый мотор. Ты на продажу или себе два? Нет, этот на продажу, этот себе. Понятно. Этот с машиной же буду делать. Судя по маховику, она прошла, машина, немного. Судя по ее спидометру, она пробежала 68 тысяч. Может, она пробежала 168, а может, 268. Но я никогда не буду устанавливать мотор для того, чтобы его потом снимать. Поэтому я сначала его разберу, продефектую. Что надо, отремонтирую, негодные детали заменю. Или посмотрю, если полностью придется капиталить, то от капиталю полностью. И потом поставлю и буду ездить 10, 15, 20 лет. Эта машина мне, мне, как бы, другой автомобиль не нужен. Я пришел к выводу, я перекатался на всех. И на Прадиках, и на Митсубисах, на Митсубисах Паджеро. И я точно скажу, что тот, кто имеет ленд-крузер Прада, у него в гараже второй машиной стоит Нива. На номерах, смотрю. А номера можно оставить даже, да? Ну, номера старые, но... Смотри, резина, это родная была на нем? Да, родная. Смотри, нормальная резина. И так вот на данный момент, сколько она тебе обходится уже, обошлась по деньгам? Ну, 20 полностью я весь перед перебрал. Значит, поменял тормозные колодки, суппорта новые поставил, новые шланги, новые сайлент-блоки. Заменил полностью трапецию. Все вот эти гайки, все шайбы, все это новое, и все это пока не затянуто, потому что сайлент-блоки затягиваются только после установки двигателя с коробкой и с раздаткой. Потому что они, рычаги напрягутся, сайлент-блоки повернутся, и только в этот момент надо затянуть. Иначе, если я сейчас их затяну, установлю двигатель, нагружу подвеску. Порвешь потом их, да? Да, сайлент-блоки просто порвет, и все, прямо на первой же кочке. Ну, они на авторазборе стоят 35-40 тысяч. Не будет. 35-34, это уже 70 и 20, уже она тебе обошлась? Да, 90 без мотора. Мне все говорят, что она выйдет где-то 160 примерно там. Ну, если новая машина, извиняюсь. Да, новая машина, да ты за 160 можешь сейчас уже купить машину другую. И тоже делать ее. И прямо сразу ездить. А я скажу так, за 160 на сегодняшний день можно купить ремок, у которого, если только туда вот в салон сел, и сразу сидение вывалится на дорогу. Если посмотреть вот в дроме, сколько стоят Нивы, то за 160 тысяч вы хорошую машину не возьмете. А эту машину я за эти деньги, я ее переберу всю, и будут у нее практически новые детали. То, что она 96-го года... Это еще ни о чем не говорит, да? Ни о чем абсолютно не говорит. Если машина новая, и если не на продажу... Это у меня машина для жизни для моей, а та машина для дальних поездок. То есть, если я езжу... Ну, видишь, ты как капиталист, слушай, американский. Дело не в том, что капиталист. Как здравомыслящий человек, да? Зарплаты-то небольшие, поэтому стараюсь на экономичных машинах ездить на большие расстояния, как бы. А для того, чтобы где-то работать, вот комбикорм косулям... Да, я там обойду. Ты пока рассказывай, я буду снимать ее просто. Где комбикорм косулям завозить, мне нужен вездеход. И нам иномарку вездеход брать я не собираюсь. Короче, ты пока полностью доволен до жопы, как говорится, да? Ну, как бы сказали девочки, я пищу. Да. Ну вот, ребятки, будет человек восстанавливать. Я к нему, товарищ, друг мой, я буду приходить и снимать, как это будет процесс происходить. Не знаю, сколько он пройдет. Как ты думаешь, сколько займет время? Ну, до начала охоты мне надо ее сделать. То есть до осени, да? До августа месяца. Август это уже крайний, самый крайний срок. Первый, второй август это уже крайний срок. То есть она за лето должна быть собрана в любом случае. А еще лучше, что за весну, до лета. Так что, ребятки, смотрите, будем делать, показывать. Я думаю, это будет очень интересно.